Привет, друзья! Вы снова на канале Плотников Фэмили и мы приглашаем вас прогуляться с нами по Таллина Линна Эллу Музеум. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вещам там 800 лет, 700, 600, 500. И если посмотреть наверх, какой след оставляем мы после себя потомкам. Здесь до этого все было глиняное, каменное, из кости делалось, из железа. Даже сейчас это выглядит симпатично. И потом я смотрю на наш 21 век и вижу какие-то алюминиевые банки, пластиковые контейнеры, разбитое стекло. И думаешь, какой след мы оставляем потомкам. Но выглядит, конечно, это все потрясающе. И просто меня удивляет, что вот тысячу лет они практически сохранились. Здесь орудия вот эти вот. Это великолепно. Мне очень нравится. И если говорить о ценах, мы взяли здесь пере-билет, это семейный билет. Это два взрослых и все дети, которым до 18 лет, всего лишь 12 евро. И вообще тут цены недорогие. По-моему, взрослым то ли 6, то ли 8 евро стоит билет. А так очень довольно интересно. Есть что посмотреть, как жили в разные времена. Здесь в Талине 4 этажа и подвал. Есть и постоянная экспозиция, и временная. И вот тот самый знаменитый старый Томас, который красовался наверху башни. Я обожаю такие инсталляции, когда можно посмотреть жизнь, быт, как раньше люди обитали. Это просто могу здесь зависать по полчаса, а то и больше, разглядывать все детальки. И вот просто респект тем, кто делает такие инсталляции. Это настолько кропотливая работа. Но это так интересно посмотреть вот вживую, представить, как же люди здесь обитали. Конечно, быт был так себе, но для них это был очень богатый купеческий дом. Тогда это такой, знаете, люксовый, шикарный домичек был. Ну, как в таких ладах люди ходили, просто не представляю. Нет, ну, он смотришь, что это такое, потому что здесь сажа, здесь же огонь, дым шел наверх. Нет, он просто потом от сажа очистился, когда его остановили, а потом его снова покрасили чуть-чуть. Да, чтобы было впечатление, да? Как будто у него тут сажа. Я пошел искать еще что-нибудь. Давайте пойдем еще наверх. Вверху расположена такая ретро-экспозиция, посвященная 80-м, 90-м и поп-культуре того века. Было интересно узнать, что дети думают об этом. Вы думаете, что это дети? Я не знаю. Даночка, что ты говорила? Что это? А-а-а, это телек раньше такой был. Там в телеке заяни там было, наверное. Дано сначала сказала, что это был пианино, сейчас она говорит, что это телек. Потому что здесь рядом телек. А, я догадалась, это такие, которые включат и музыка слушаются. Правильно, молодец. Это был такой дисковый проигрыватель. Видишь, на этой ленте, это как магнитофон первый, записана была музыка. Получались, и она слушалась. А этажом выше располагается экспозиция 18+, про женщин легкого поведения и про проституцию в городе Таллинн, начиная вот с 11-12 века. Вот эти волосы, которые здесь выставлены, эти косы, это, что, поверьте, что, ну, это действительно так было, что им отрезали косы женщин, которых улечили в распутстве и высылались в город. И вот за каждой косой какая-то своя история кроется. Вообще там гораздо больше, и там провенерические заболевания, поэтому детям туда только своборождение родителей. Мы своих, конечно же, не водили туда, но мы поговорили вкратце с ними об этом. Вот такой коротенький обзор данного музея получился. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Будем мы дальше вместе с вами путешествовать.